Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и банкрот в Российской империи. Немного важных новостей. Во-первых, сезон подкаста «Закат империи» подходит к концу. Осталось только три выпуска, считая этот. И больше того, гостя в последнем выпуске не будет. Я решил, что больше не буду никого звать в гости. Подробнее, почему я так решил, я рассказывал на Патреоне и на Бусти. Но если коротко, мне просто не нравится, как это у меня получается. Так что теперь это будет только мой подкаст. Только я буду здесь рассказывать истории. Да, но ничего страшного, потому что буквально через три недели после конца этого сезона мы начнем следующий сезон, но он будет коротким и особенным. Секретов пока что не открывая, но мы расстаемся ненадолго. Кроме того, через неделю после окончания сезона будет стрим. Приходите на стрим, а также пишите мне вопросы в личку, в комментариях, где угодно, которые вы хотели бы обсудить на этом стриме и приходить на этот стрим. Так, что еще? Продолжаются лекции. На этой неделе будет Берлин, Варшава и Краков, а также открыты билеты в Ригу, в Таллинн, Истамбул. Покупайте, пожалуйста, билеты, приходите на лекции. Очень вас жду. И сейчас время для рубрики Эврика, которую мы делаем вместе с партнером подкаста, с провейдером облаков и IT-инфраструктуры Selectal. И в ней я сегодня расскажу про Ивана Павлова, про физиолога, про одного из трех нобелевских лауреатов из Российской империи, который знаменит своими опытами с рефлексами у животных. И он незаслуженно забыт, как крутейший управленец. В начале 20 века наука уже явно не делается в одиночку. Нужны лаборатории, нужны исследовательские институты. Но государства пока что не привыкли к масштабным инвестициям в науку. И что делают некоторые знаменитые ученые за рубежом? Они финансируют свои лаборатории за счет того, что совмещают науку и бизнес. И самый яркий пример – это Томас Эдисон. Он продает лампы накаливания, кинопроекторы и многие другие вещи, которые изобретают и совершенствуют в его лаборатории. И Эдисону, конечно, хорошо. Понятно, что на электрические лампочки есть спрос. Но мы-то с вами сегодня говорим про Ивана Павлова, что может продавать физиолог. И вот в Институте экспериментальной медицины, где он работал, он организовал целую лабораторию, в которой трудилось около 100 лаборантов. И Павлов был не просто научным руководителем этой лаборатории. Он еще был менеджером и управленцем. Он сам занимался распределением рабочих функций между своими сотрудниками. Больше того, он даже отдельно работал над развитием корпоративного духа в своей лаборатории. Само по себе, это уже довольно невероятно для ученых того времени. Ну, потому что они к такому не привыкли, они предпочитали заниматься чистой наукой. Но и это еще не все. Потому что его лаборатория не только проводила эксперименты, но и производила препараты на продажу для рынка. И таким вот образом сама зарабатывала деньги на свою деятельность. И вот это уже реально что-то невероятное для России. Фактически впервые чистая наука начала зарабатывать на своей собственной деятельности. И все это было бы, конечно, невозможным без управленческих и бизнес-талантов, которыми обладал ее руководитель Иван Павлов. Кстати говоря, партнер подкаста компании Selectel тоже проводит собственные исследования и эксперименты, хотя, конечно, не является научным институтом или чем-то вроде того. Но, например, Selectel дает клиентам возможность протестировать серверы на экспериментальном железе. В прошлом году предоставляли для теста суперкомпьютер с мощностью в 5 петафлопс. А сейчас 80-ядерный сервер на ARM-процессоре. А еще у Selectel есть облако собственной разработки, для которого разработчики компании пишут нестандартные продуктовые решения. Например, недавно запустили прерываемые облачные серверы, благодаря которым можно сэкономить до 75% на инфраструктуре. Узнать подробности о партнере подкаста можно по ссылке в описании. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. В нем не только новости IT, но и онлайн-вебинаров. Например, вот совсем недавно проходил вебинар о том, как работать с 1С в облаке. И запись его тоже есть. Подписывайтесь. Все ссылки в описании этого выпуска. Необходимый дисклеймер. В этом выпуске будут сцены сексуализированного насилия над детьми. И вообще, он довольно тяжелый. Если вам тяжело такое слушать, то лучше выбрать что-нибудь более спокойное. Например, про подарки, которые любил дарить чехов. Или про участие российских автомобилистов в ралли Монако. В 2 часа 9 января 1921 года портье женевской гостиницы «Фоми» на Рю де Лозанн, проходя по коридору, увидел записку, которая была просунута под дверь комнаты, где жил профессор из России. В этом послании, адресованном директору отеля, были такие строки. «Не входите в мою комнату, ее воздух отравлен. Входить в нее опасно в течение нескольких часов». Это я сейчас процитировал вам заметку из швейцарской газеты «Les Suisses». Портье вызвал полицию, а полиция — пожарных. Один из пожарных забрался по лестнице на высоту четвертого этажа и выбил багром стекло в комнате. Еще через час, полагая, что воздух уже должен был очиститься, комиссар полиции приказал выломать дверь и тут же по всему коридору пошел ядовитый газ из номера. Людям стало плохо, все разбежались с этажа. И тогда один из пожарных зашел в скафандре в комнату и поломал самодельный химический аппарат, который там стоял и который продолжал выделять газ. Аппарат этот стоял рядом с кроватью. К кровати был привязан мертвый мужчина с маской на лице, а от маски шла трубка к самодельному аппарату. Еще через час полиция все же вошла в комнату. К одной из веревок, которыми был привязан мужчина, была приколота записка с химической формулой. Очевидно, с формулой яда. Еще полиция нашла письма, написанные по-русски, а также записку, в которой профессор объяснял, что он ушел из жизни самостоятельно, слишком стар, чтобы работать, слишком болен, чтобы жить. И подпись Константин Мережковский. Константин Сергеевич Мережковский родился в 1855 году в знатной и известной семье. Отец его служил при четырех императорах в придворном ведомстве, а один из младших братьев Константина Мережковского, Дмитрий, стал известным писателем и мужем поэтессы Зинаиды Гиппиус. И да, если что, разговор сегодня пойдет не о писателе, а о его старшем брате. Отец хотел, чтобы Константин сделал чиновничью карьеру, отдал его в училище правоведения, довольно элитное заведение, но тот наотрез потом отказался идти в университет на юридический факультет. И как писал позже его младший брат в стихах «Был Костя, старший брат мой правоведом, но поступил он, возмутившись вдруг и полный нигилизма модным бредом на факультет естественных наук». Ну то есть вы понимаете, да, в моде атеизм, помните там, Базаров препарировал лягушек. И вот Костя отказался от желания отца и пошел в науку. Когда он учился на первом курсе, происходил процесс над Верой Засулич. Вера Засулич, террористка, она стреляла в петербургского городоначальника Трепова, я как-то об этом рассказывал. И вот Константин даже ходил на суд над Верой. И на почве этих событий страшно разругался с отцом. Сын поддерживал террористку. А отец, государственный чиновник, понятное дело, нет. В итоге Константина выгнали из дома, ему пришлось самому себя обеспечивать. Ну то есть как, там мама все-таки уговорила отца давать кое-какие деньги старшему сыну, но Константину Мережковскому пришлось подрабатывать. И он нашел место в университете в зоологическом кабинете. Он занимался наукой, писал статьи по зоологии и в 1880 году выпустился и дальше начал делать прямо образцовую академическую карьеру. Он два года продолжает обучение в Европе, в Берлине, в Париже и в Лейпциге, работает на неаполитанской зоологической станции, возвращается в Россию, защищает диссертацию о животных пигментах, становится приват-доцентом, читает лекции по зоологии в Петербургском университете и на высших женских курсах. Где-то в это время он женится, но сведения о жене его довольно скудны. Известно, что ее звали Ольга Петровна Султанова и что Мережковский женился на ней, как только она выпустилась с высших курсов. То есть он, возможно, у нее преподавал. Но, в общем, толком подробностей об их совместной жизни нет. Спустя несколько лет работы в университете и на курсах он едет в Крым, работает там в садах Массандры, потом отправляется изучать водоросли на русскую зоологическую станцию в Средиземном море, потом четыре года работает профессором в Беркли в США. Довольно много публикуется все это время. В 1902 году он возвращается в Россию и получает должность профессора в Казани, защищает еще две диссертации. Мережковский, кроме шуток, сделал довольно существенный вклад в мировую науку. Это именно он предложил слово симбиогенез и впервые детально описал теорию этого симбиогенеза. То есть, как вообще организованы все вот эти удивительные симбиоты. Лишайники, например, которые наполовину грибы, наполовину водорослей. Или, например, митохондрии, которые тоже вроде как имеют симбиотическую природу. Короче, это уважаемый ученый мирового уровня, без всяких сомнений. Но его интерес уходит явно дальше зоологии. В 1903 году он издает в Германии роман «Рай земной» или «Сон в летнюю ночь» сказка-утопия 27 века. И это не просто фантастический роман. Там протагонист как будто бы засыпает, ему снится очень подробный сон о будущем планеты Земля и о том, как устроено общество там. И там такие идеи, что я бы, пожалуй, не стал бы вам рассказывать их в рубрике «Ретро-фтуризм». Потому что вот как выглядел идеальный мир будущего согласно профессору Константину Мережковскому. Для начала немного евгеники и расовой теории. Значит, история там в этой книжке такая. В начале 21 века, после нескольких тотальных войн и эпидемий, появилось некое движение обновителей, которые сделали полностью бесплодными вообще всех жителей Земли. Вообще всех. Оставив на расплод 650 женщин и 25 мужчин. И, конечно, только белых европейцев, потому что африканцев, азиатов, арабов с евреями нам не надо. Причем признаки отбора женщин, которых оставляют на расплод, Мережковский описывает особенно внимательно. Они должны отличаться красотой, здоровьем, жизнерадостным характером и простым детским сердцем. И это было отстаться сейчас. И вот уже к 27 веку на Земле поддерживается постоянное население в 2 миллиона человек, и они делятся на 3 группы. Точнее, даже не на группы, а на породы. Потому что эти породы выведены специально за столетие селекции. Значит, первая порода такая. Это рабы. И они специально выведены такими туповатыми, потому что их задача с утра до ночи работать на фабриках и на полях. Рабы обеспечивают жизнь всех остальных. Ну и туповатыми они сделаны специально, чтобы они не расстраивались, что они постоянно работают, чтобы они полностью были удовлетворены своим положением. Вторая порода. Это покровители. Их совсем немного. И они управляют этим миром. А третья порода называется друзья. И вот они просто кайфуют. Весь мир сделан именно для них. Им не надо работать. Рабы делают все, что нужно. Они живут в хорошем климате и проводят всю жизнь в развлечениях. И человечество по факту есть вот эта последняя порода. И за столетия селекции вот эти друзья сильно и специально инфантилизированы. Ну, в общем, вот как Мережковский описывает, зачем движение обновителей выводили из людей 21 века инфантилов 27 века. В поисках идеального человека мы совершенно забыли о существовании обширной группы человечества, которая во все века, при всех условиях, дикости, тирании, феодализма, капитализма, социализма всегда была безмятежно счастлива. То были дети. Это открыло нам глаза и сразу осветило нам путь. Итак, вот где истина. Вот что нужно для того, чтобы осуществить вечное счастье на земле. Нужно, чтобы люди стали подобны детям, ибо только дети могут быть счастливы. Значит, мужчины в 27 веке выглядят как молодые люди, статные, такие красивые, а вот женщины выглядят примерно на 12-15 лет. Формы у них не развитые. И в будущем все ходят, конечно, голыми, ну, потому что климат хороший, потому что все условности побеждены, и никто не стесняется не потому, что наступила эпоха бодипозитива, а потому что все выглядят просто идеально. Да, все ходят голыми, но только вот в период менструации женщины носят на талии прозрачные шарфики. Знак того, что они не могут сейчас заниматься сексом. Потому что, да, вот среди друзей, то есть среди вот этих инфантилизированных людей царит полная свобода секса, больше того девочки, то есть, ну, да, не девочки, а женщины, они только выглядят как девочки, так-то они все взрослые. Так вот, вот эти женщины постоянно, круглосуточно носят во влагалище женские презервативы, во-первых, для того, чтобы можно было в любой момент заняться сексом, а во-вторых, для контроля над рождаемостью, потому что размножаться можно только специально отобранным особям. И, да, там в книге мужчины описаны очень вскользь, а женщины со всеми подробностями. Цитата. А бюсты, тонкие, гибкие, стройные, с идеальными, маленькими, то правильно сферическими, то слегка коническими грудками. Я замечаю, ответил я, что они необыкновенно стройны, точно стрелки, и меня поразила еще тогда утром узость их таза, это бросается в глаза, и, кроме того, у них у всех очень мало развитые груди. Совершенно верно, и это также ничто иное, как результат приближения их к детской или юношеской организации. Такая стройность их фигуры более нравится нашим мужчинам, они находят мало грациозными женщин с широкими бедрами и развитым седалищем. Да, и люди там в идеальном будущем живут примерно лет до 35-40, после чего довольно быстро дряхлеют, и тогда покровители, вот эта порода, которая управляет миром, отправляют друзей в особые места и там убивают ядом. Остальные ничего про это не знают, но вообще-то смутно что-то побаиваются. А вот, кстати, о покровителях, которые всем управляют. Они живут до 100 лет, они носят одежду, в отличие от друзей, ну, потому что у них старые тела совсем-совсем не идеальные. Да, и они женятся, и они живут моногамными парами. Основная их задача присматривать за друзьями. Это как бы такие воспитатели, вожатые, которые еще управляют миром. Вот такая вот история. И книга на этом не заканчивается, потому что у нее есть теоретическое приложение, и я вам сейчас просто перечислю название глав в этом приложении, и вам все станет более-менее понятно. Итак, главы такие. Прогресс отвратителен, прогресс бессмысленен, неизбежен ли прогресс в человечестве, необходимость заговора и насилия, заколдованный круг, материя и дух, в чем счастье, счастье это или скука, о труде, и в конце последняя глава осуществима ли идея христианства. Ну, очевидно, не осуществима с точки зрения Константина Мережковского, поскольку автор видит будущее с принудительной селекцией, евгеникой и разделением человечества на подвиды. И кажется совсем неудивительным, что с такими вот взглядами Мережковский стал в начале 20 века черносотенцем. Ну, то есть, я имею в виду под взглядами евгенику и селекцию, не касаясь любви к детскому телосложению. То есть, вот так получилось, в юности его выгнал отец из дома за сочувствие к революционерам, а в 50 лет Константин Мережковский состоит в союзе русского народа. Больше того, он там довольно важный деятель. В Казани вообще было довольно мощное черносотенное движение. Помните, я даже вам как-то рассказывал про казанских черносотенных абстинентов в выпуске про похищение казанской иконы Божьей Матери. Так вот, да, там в Казани издавалось несколько правых газет, и этим правым газетам, как почти всем правым газетам в империи в то время, не хватало денег, они были убыточны. И именно вот Константин Мережковский, начиная с 1906 года, ездит в Петербург к покровителям и выбивает для СМИ финансирование. Он работает в университете, и вот что думают коллеги о Константине Мережковском. Например, будущий епископ Анастасий, который тогда работал деканом в университете, описывал профессора Мережковского вот так вот. Это прямая цитата. Человек он был очень злой и ко всем относился с подозрением. И еще он характеризовал его как, опять цитата, способного на любое преступление лишь бы отомстить неугодившим ему в политическом отношении. А вот что думал сам Мережковский про своих коллег и про будущего епископа Анастасия в том числе, это вам будет сейчас цитата из газеты «Русские ведомости». В 1907 году в министерство поступает сводная характеристика профессоров Казанского университета, принадлежащая Перу Мережковского и его друзей. Эта сводная характеристика сплошь состояла из доносов. Благодаря его характеристике не был утвержден профессор Берг. Почти такое же значение имела характеристика Мережковского и для профессоров Фирсова и Зейлигера. Мережковский посылает также донос на ректора университета Александрова, ныне епископа Анастасия, ректора Петербургской Духовной Академии. В доносе сообщалось, что Александров принадлежит чуть ли не к крайним революционным организациям. Тут в статье небольшая ошибка. Анастасия потому что не был ректором, он только его замещал, но в остальном цитаты довольно характерны. Больше того, само назначение Мережковского на должность профессора происходило со скандалом. Он уже проработал некоторое время в университете и вот декан захотел его назначить профессором, но согласно закону нового профессора должен утвердить совет профессоров факультета и одобрение этого совета Мережковский никогда бы не получил, потому что коллеги очевидно не любили доносчика. Но Мережковского любил декан и поэтому декан сначала написал в столицу, что совет профессоров одобрил Мережковского, это было прямой ложью и когда это вскрылось декан выбил прямое разрешение на назначение от министра просвещения и да действительно был закон нарушен, но декан извернулся он сказал почитайте устав университета в уставе написано, что профессоров может назначать министр и да коллеги конечно не любили Мережковского и больше того они переносили свою нелюбовь на его научные идеи считая теорию симбиогенеза которая была прорывной для своего времени ненаучным бредом вообще полной чушью критиковали ее изо всех сил а Константин Мережковский в свою очередь считал коллег тупицами масонами и социалистами но все в этот предыдущий это только предисловие и разминка сейчас начнется настоящая жесть со своей женой Мережковский разошелся по непонятным обстоятельствам оставил ей сына и вот в 1905 году он работает в Казани он одинок и он дает объявление в одну из петербургских газет что желает взять на воспитание девочку лет 5-6 на объявление откликнулась крестьянка Екатерина Коршунова она жила в Петербурге она была бедна она мечтала дать дочке образование а тут важный человек профессор хочет найти себе приемную дочь и дать ей воспитание при этом профессор поставил довольно жесткие условия он берет дочку Екатерины Калерию Коршунову 6 лет на воспитание до 15 лет причем все это время мать не имеет права требовать встречи с ней и переписываться с ней напрямую профессор обещал что будет девочку полностью обеспечивать даст ей образование и мать согласилась все документы были аккуратно оформлены у нотариуса в Петербурге причем вместо самого казанского профессора при подписании документов интерес Мережковского представлял некий поверенный по фамилии Бачкис и этот же Бачкис повез Калерию из Петербурга в Казань вам наверное кажется поразительным то что мать так вот просто отдала малолетнюю дочь незнакомому мужчине ну мать была крестьянка и она жила в Питере сверхбедно отец бухал ну то есть скажите спасибо что она не стала отдавать ее в приют и тянул на себе а тут целый профессор с деньгами ученые хочет воспитать ее как свою дочь дать ей образование ну короче вот мать отдала Калерию этому Бачкису поверенному и он повез ее в Казань и никакого Бачкиса на самом деле не существовало потому что под его именем в Петербург приехал сам Мережковский Калерия была миловидной тихой девочкой очень худой явно болезненной ну это все конечно из-за крайней нужды матери Мережковский привез ее домой в Казань купил ей новую одежду игрушки но никакого образования Калерия получать не начала и откровенно говоря профессор Мережковский вообще ее особо не баловал например одну и ту же одежду она носила очень долго ее не готовили к поступлению в гимназию ее ничему не учили ее не выпускали из дома только через три года когда ей исполнилось девять лет к ней начала ходить девушка которая учила Калерию читать писать давал ей арифметику закон божий и еще там помелочь кое-что кровать Калерии профессор поставил в своей комнате рядом со своей постелью с самого начала Мережковский регулярно ее фотографировал конечно голой и в его картотеке потом нашли множество фотографий Калерии в одиночестве и с профессором вместе и да это не всегда были простые портретные фотографии это были в том числе и прям порнографические снимки и в разных позах и этим дело конечно тоже не заканчивалось Мережковский еще показывал ей порнографические открытки причем называл эти фотокарточки пособиями и вот грамоте он ее не учил но зато объяснял как устроено женское тело и как люди занимаются сексом а еще а еще он постоянно наказывал Калерию и поначалу он делал это когда прислуги не было дома а затем перестал стесняться он ее раздевал до нога и стегал розгами а позже завел специальную плетку слушайте мне сложно на самом деле все это рассказывать давайте я вам просто цитату прочитаю из газетной статьи затем у профессора появилась очевидно уже необходимость в истязании и он искал повода к чему его придраться даже во время обеда он хватал девочку за уши и со стервенением трепал их и стоило девочке запротестовать как Мережковский свирепел тащил девочку в кабинет раздевал до нога и начинал экзекуцию из кабинета неслись раздирающие душу крики много раз прислуга не выдерживала при помощи ножа отпирала крючок у двери и вбегала в кабинет профессор отпускал свою жертву и обхватив руками голову как безумный метался по комнате или выбегал вон иногда истязания продолжались по нескольку часов два дня подряд Мережковский бил девочку до тех пор пока не уставал но отдохнув вновь принимался за истязание причем во время отдыха девочка ожидала продолжения экзекуции голая и конечно это не все будет хуже правда если вам тяжело вы подумайте может не стоит дослушивать мне кажется это просто самый ужасный выпуск за все девять сезонов подкаста короче при расследовании всех этих событий ну потому что конечно мы сейчас про все это знаем потому что дело это раскрылось спустя несколько лет короче при расследовании нашли дневник профессора и в этом дневнике он писал что собирается воспитывать в подходящем для себя духе калерию до 13 лет а в 13 лет изнасилует но вообще-то судя по всему он не удержался потому что есть вот такие вот сведения когда девочке калерии было 7 лет горничная Надя однажды без предупреждения вошла в кабинет профессора и остолбенела от изумления при виде отвратительной картины разврата увидя горничную профессор отскочил из груди его вырвался испуганный крик и он схватив девочку в охапку быстро убежал с ней в спальню и прислуга молчала конечно никому ничего не рассказывала ну потому что что может сделать маленький человек против университетского профессора он еще и запугивал прислугу тем что лично знаком со Столыпиным в случае чего просто сотрет всех в порошок и вот что сама калерия вспоминала про эти годы я долго целыми годами жила как в тумане плохо спала ночью всегда издерганная долго я не понимала что такое делается у нас и что я такое и что он и что значит вся эта жизнь ведь с шести лет я росла видя только его в его власти а он сила его боятся все не только я и у меня нет ни матери ни дома ни денег ни друзей господи почему я такая несчастная и кончится ли эта жизнь особенно ненавидела я старика по ночам когда он не давал мне покою нервы расшатались и злоба росла я стояла над ним диким зверем казался он мне и не раз я хотела отравить его но не хватало видимо решимости да и яду не было под руками его власть показалась безграничной и он лютым зверем которого не осилить еще я боялась тюрьмы боялась сыщиков боялась всего о чем читала в книгах я была как забитая загнанная мышь которой нет ниоткуда спасения среди ночи вдруг раздались дикие крики моего мучителя он бился как в судороге и с воплем просыпался от сна кара стонет он меня преследуют враги спаси меня и я маленькая девочка которую этот старик мучил целые годы успокаивала его где ты видишь врагов никаких злодеев нет много лет калерия жила в постоянном непрекращающемся насилии в полном одиночестве мережковский изредка посылал матери калерии фотографии дочери писал что с ней все в порядке а прислуга вспоминала что к 14 годам калерия сама начала проявлять я цитирую необузданную страсть ее любимым разговором являлся разговор о мужчинах она не могла без волнения видеть из окна проходившего красивого мужчину и делала всевозможные неприличные знаки когда прислуги усовещали калерию она отвечала что всему ее научил Костя и что она только это и знает К этому возрасту профессор начал иногда отпускать калерию из дома с горничной например в магазин и брал ее с собой на работу на время занятия он оставлял ее в своем кабинете и запирал на ключ и вот в один из дней вместе с калерией в кабинете оказался студент Алиманов и девушка рассказала ему о своих отношениях с профессором и попросила о помощи Алиманов согласился помочь посоветовался со своим другом с неким К и вдвоем они решили пригласить калерию к себе на квартиру чтобы подробно обо всем расспросить и вот в очередной раз когда профессор отпустил ее в магазин она на самом деле пошла в сопровождении горничной по фамилии Грюнберг не в магазин а в университет она выяснила там где живет Алиманов и пришла к нему на квартиру горничная ждала ее за дверью час калерия разговаривала со студентами и потом вышла и отправилась домой горничная ничего профессору не сказала но профессору сразу донесли из университета что его воспитанница выясняла где живет Алиманов тогда профессор прижал горничную Грюнберг к стенке выяснил все подробности пришел просто в ярость наказал естественно калерию а студента Алиманова публично обвинил в том что тот изнасиловал его воспитанницу и студенту пришлось уехать из города калерия осталась во власти профессора ничего из этой истории не вышло но тут уже она попросила о помощи у самой горничной и Грюнберг написала письмо матери калерии в Петербург мать прочитав письмо пришла в ужас и немедленно выехала в Казань но не застала там профессора и свою дочь потому что они как раз по делам поехали в Питер мать встретилась в Казани с Грюнберг и та ей все подтвердила и рассказала подробности некоторые тогда мать вернулась в столицу и пошла в полицию полиция расследование проводить не стала но передала ей место где зарегистрировался профессор он проживал в гостинице Франция и вот мать Екатерина Коршунова взяла свою сестру взяла племянницу и они пошли все вместе к гостинице и около входа они увидели Мережковского и калерию мать ее мгновенно узнала и схватила за руку Мережковский начал кричать пытался испугать калерию что это какие-то злые тети чужие но кажется он больше сам испугался в общем профессор убежал в гостиницу а мать забрала калерию к себе домой и в следующие дни дочь рассказывала маме через что ей пришлось пройти тогда мать пошла на переговоры с Мережковским он был довольно сильно напуган но попытался замять дело он предложил матери 5000 рублей за то что она не будет никому ничего рассказывать и дал ей письмо которое было написано как бы от имени калерии в котором было написано как ей хорошо жилось с профессором что она никаких претензий не имеет и профессор потребовал чтобы калерия расписалась под этим письмом а также потребовал от самой матери чтобы она тоже подписала отказ от любых претензий как вы думаете согласилась ли мать да мать согласилась конечно потом правда выяснилось что 5000 рублей профессор прямо сейчас нет и он пока что ей отдаст 1000 рублей а остальное потом и нотариус подсунул матери на подпись акт а в акте между прочим было написано что Мережковский передал ей не 1000 рублей а 2500 но мать все равно расписалась не заметив этого она взяла деньги не пересчитав и только на улице обнаружила что в руках у нее не 1000 рублей а 500 а сам профессор тот же день уехал за границу и вот мать вернулась домой с деньгами а в течение еще следующих дней калерия продолжала ей рассказывать про свою жизнь в Казани дому редко редко выпадала мне спокойная ночь профессор мучил меня и если я противилась его желаниям он истязал меня до самых последних дней он не переставал прибегать к плетке таскал меня за волосы и непонятно по какой причине то ли от продолжающихся историй то ли от того что профессор обманулась деньгами мать решила что-то предпринять все-таки и она обратилась в общество защиты женщин от совращения в разврат в этом обществе ей конечно посоветовали сразу идти к прокурору и вот так все завертелось за эту историю сразу же ухватились газетчики первой прогремела газета день с небольшой заметкой казанский маркиз де сад и в этой статье упоминалось что бывшая горничная профессора Константина Мережковского Грюнберг с которой все завертелось что именно она подала заявление в полицию на профессора ну это путаница у нас дореволюционная пресса качеством не отличалась я про это много раз рассказывал а еще в той же заметке передавались слова горничной некой Ха которая ходила наниматься к Мережковскому но ее отговорили знакомые работать там потому что на самом деле очень многие были в курсе пристрастий профессора ну короче вот эта Ха пока ходила наниматься она успела поговорить с калерией и вот как это все передавала газета в своей статье ведь вы не знаете говорила девочка как меня мучает папочка да как же он может вас мучить не понимала госпожа Ха он ведь мучает меня с шестилетнего возраста обливаясь слезами заявила девочка она упала на колени перед госпожой Ха и рассказала что папочка растлил ее когда ей было шесть лет и с тех пор живет с ней мало этого он насилует ее бьет плеткой и голодом заставляет исполнять самые развратные неподдающиеся описанию акты садизма это конечно был взрыв и после этого огромное количество газет начало писать об этих событиях просто невероятное количество заметок о Константине Мережковском печаталось в следующие несколько месяцев но в той же самой первой заметке из газеты день корреспондент задавался вопросом слушайте ну а как так вышло что горничная Грюнберг так долго работала с профессором а решила все рассказать только сейчас ну кстати говоря и сама Калерия и ее мать давая интервью газетам говорили что вообще-то все это время горничная да прилежно служила у Мережковского и на все закрывала глаза пришли к Грюнберг чтобы взять у нее интервью и Грюнберг ответила вот что возмутительно что я из сплетен безжалостной девочки которая относилась всегда с любовью несмотря на все непрерывные издевательства со стороны ее и Мережковского составили целую химеру Калерия и Мережковский стояли стеной один за другого редко можно было видеть людей так дружно живших и так ожесточенно защищавших один другого не я бедный беззащитный человек могу остановить жестокие и несправедливые слова но есть бог который видит в тайнике человеческого сердца и который не осудит меня вот что за история была у самой Грюнберг она поступила на работу к профессору в 1906 году но вскоре от него ушла без комментариев неизвестно почему через несколько лет она овдовела оказалась в нищете с трехлетней дочкой на руках и написала профессору просьбу взять ее назад потому что ей сложно было найти место профессор согласился и через некоторое время Грюнберг заметил что Мережковский как-то сильно и странно привязан к ее трехлетней дочери он ее угощал конфетами и он уносил ее играть в свою комнату и когда мать потребовала объяснений то профессор вышел из себя и начал ей угрожать своими высокими знакомствами не поднимать шум взяла дочь и ушла от него а профессор испугался что Грюнберг раскроет его и уговорил ее вернуться обещая что не будет приставать к девочке и конечно обещания он не сдержал в один из дней Грюнберг увидела как ее дочка выбегает из кабинета профессора со следами крови на платье тогда Грюнберг отвела свою дочь на освидетельствование в полицию но полиция не обнаружила повреждений половых органов и Грюнберг тогда не стала поднимать шум но когда Карелия попросила ее о помощи она написала письмо матери Карелии и вот с этого все и началось да но это конечно не конец истории потому что дальше все будет еще хуже давайте ладно я вам тоже просто начну цитировать разные заметки прислуга рассказывает что профессор нередко приводил к себе девочек с воскресенской улицы буквально не давал прохода малолетним девочкам он не стеснялся даже прохожих так увидя где-либо на улице играющих девочек Мережковский вынимал из кармана конфекты и бросал их детям а когда девочки бросались подбирать конфекты то профессор ласкал их кроме этих девочек профессор заманил к себе однажды девочку Шуру П с тех пор девочка навещала профессора часто в кабинете и оставалась там подолгу затем ходила к Мережковскому Аня П эта девочка рассказывала что калерия ей показывала альбом с неприличными фотографиями однажды профессор увидел что девочка заинтересовалась фотографиями и предложил ей рассказать для чего и как это делается и звал девочку в кабинет но против этого восстала калерия рассказала еще кара и о том как профессор изнасиловал не стесняясь ее присутствием двух дочерей сторожей татар одной девочке восемь лет а другой шесть нередко профессор приводит девочек к себе на квартиру под предлогом чтобы они поиграли с карой на самом же деле он заставляет их раздеться раздевает и ее кару и проделывает с ними ужасные гнусности я много раз говорил что дореволюционным газетам доверять полностью не следует тут можно конечно делать скидки но на самом деле о этих событиях было написано просто невероятное количество статей и все они повторяют друг друга общим счетом в процессе расследования которое конечно началось нашлось 26 девочек жертв профессора а также 5 мальчиков естественно это не полный список и да многие были в курсе дел Мелешковский приводил в университет и калерию и других девочек и запирался с ними в своем кабинете и окружающие просто не лезли не в свое дело многие боялись профессора зная его склочный характер зная его связи в Петербурге зная его склонность к доносительству но не в этом только дело потому что все было еще хуже хотя казалось бы да куда еще хуже газета «Голос Москвы» 3 апреля 1914 года раскрыта целая шайка совратителей малолетних девочек нити к раскрытию этой шайки ютившейся в лучшей гостинице города Франции дала дело профессора Константина Мережковского гостиница помещалась в центре города а владельцем ее являлся член городской управы К. Л. Осипов родственники несчастных девочек боялись возбуждать дело зная что им придется иметь дело с членом управы Осиповым бывшим городским головой Бекетовым и рядом других влиятельных лиц А вот вам рапорт подполковника Казанского отдельного корпуса жандармов Прагнаевского Вчера к венгерскому подданному егеру на квартиру пришел сотрудник Камшеско-Волжской речи Николай Павлович Гусев и принялся его убеждать заявить жалобу через австрийского консула в Москве на то что его дочь десятилетнюю Едвигу в ноябре прошлого года завлекали вместе с другими гимназистками в номера Франция в помещение занимаемое помещиком Владимиром Николаевичем Сверчковым для целей разврата При этом Гусев говорил что у него относительно оргий с детьми в номерах Франция имеется богатый материал что в этих номерах испорчено 16 девочек что в оргиях принимали участие очень видные в Казани люди благодаря чему все их мерзости покрываются по его словам у Сверчкова на оргиях бывали такие лица как помощник попечителя Казанского учебного округа Петр Дмитриевич Погодин Директор Казанской Первой Мужской Гимназии Николай Александрович Клюев Директор Казанской Третьей Гимназии Михаил Максимович Иванов Профессор Казанского Университета Дарий Ильич Нагуевский Редактор издатель Правой Газеты Казанский Телеграф Илья Шенко А вот еще газета Русское Слово пишет о настроениях в городе после того как все это начало раскрываться К зданиям родители и везут домой своих дочерей под личной охраной словно в каком-то осажденном городе Родители охраняют своих детей от тех коллег профессора Мережковского которые до сих пор все еще не арестованы несмотря на открытые заявления печати Гнусная история совращения малолетних учащихся в номерах гостиницы Франция и деятельность Мережковского продолжают еще конечно служить злобой дня в Казани Вся страна в шоке а Казань больше всего Как на это реагирует сам профессор Константин Мережковский Ну как он пишет в Петербург своим покровителям что все дело против него было организовано я цитирую по наущению левых масонов евреев и что на его примере масоны хотели доказать что они настолько сильны что при желании могут погубить всякого правого деятеля как бы влиятелен он ни был Ну то есть виноваты во всем масоны а его единственная вина в том что он сторонник царя пишет он это конечно из-за границы некоторое количество друзей Мережковского пытались его защищать члены казанского отделения союза русского народа даже хотели написать петицию в защиту коллеги но им из министерства просвещения ответили что при таком количестве свидетельства газетных статей делать этого не стоит ни в коем случае а вот например депутат государственной думы и председатель русского народного союза имени Михаила Архангела Владимир Пуришкевич защищать Мережковского не стал сказал что все это возмутительная мерзость что никакие правы организации не встали и не собирается вставать на защиту профессора и что сам этот профессор Мережковский ему никогда не нравился ну и чем же закончилось это дело ничем профессор Мережковский забежал за границу и жил с тех пор в Швейцарии и даже продолжал публиковаться первое время он находился в официальном годичном отпуске который ему администрация университета любезно предоставила и кажется в недрах министерства просвещения надеялись что дело удастся замять через год когда шумиха уляжется профессор вернется назад ну там штраф какой-нибудь заплатит если его осудят то попросит у царя помилование в конце концов Константин Мережковский патриот не последний деятель в черносотином движении но просто через несколько месяцев после его побега за границу началась первая мировая война и стало как-то не до профессора Мережковского дело даже не дошло до суда оно было тихо закрыто 22 февраля 1917 года все это время Мережковский жил в Швейцарии помимо нескольких научных работ он написал еще книгу схема новой философии вселенной а также две брошюры афоризмы и бутады и инструкция для последователей моей доктрины спасения человечества вот в последней брошюре он предложил немного обогнав свое время создавать специальные отряды для принудительной стерилизации всех евреев издавать его никто не решился в 1921 году оставшись без средств он закончил жизнь самоубийством а из высокопоставленных растлителей которые устроили клуб в гостинице Франция вообще никто не пострадал спасибо что дослушали до конца это действительно довольно жуткая история и да в начале 20 века к подобному относились проще чем сейчас ну то есть я же рассказывал что тогда взрослый мужчина мог совершенно легально без всяких последствий для себя воспользоваться услугами 12-летней проститутки никаких проблем но нельзя сказать что сейчас нет насилия над девочками и женщинами и про мальчиков и мужчин тоже не будем забывать этого очень очень много в мире и если вы никогда с подобным не сталкивались то я вас уверяю это только потому что вы никогда этим не интересовались просто попробуйте спросить ваших знакомых девушек или женщин о том переносили ли они в детстве или в юности сексуализированное насилие и вы наверняка встретите жертв и мы ничего с этим не делаем не только потому что не знаем ничего об этом но и потому что просто не хотим об этом знать еще в связи с этим всем я вам очень рекомендую послушать последний сезон подкаста дочь разбойника спин-офф под названием ученицы в котором моя коллега Настя Красильникова рассказывает о случаях многолетнего насилия в детском лагере в одном уже в нулевые десятые годы нашего века вот прям сейчас буквально это довольно чудовищная история и одновременно поражает ее обыденность я ссылку оставлю в описании конечно нам надо сделать так чтобы девочки и женщины перестали жить под постоянной угрозой насилия берегите себя берегите своих близких своих знакомых и всех живых существ с вами был Аксен Фандрей подкаст Закат Империи студии Либо-Либо этот выпуск мне помогали готовить фактчекер Дмитрий Катаругин со звуком работал Семен Аксенов партнерствами занималась Гульнара Делекторская приходите на лекции ко мне до встречи через неделю Семен Аксенов